Как же проходят Олимпиады по физической культуре? Прыжки, бег, умение работать с мячом, можно ли в баллах оценить физические возможности школьника? Оказывается, можно. На республиканском этапе Всероссийской Олимпиады по физической культуре, наравне с заданиями теоретика методического характера, были и практические испытания. В нашем Олимпиаде, конечно, безусловно отличается от всех остальных Олимпиад, проводящих в нашей республике. Дело в том, что у нас Олимпиаду проходит в один этап, в один день, в отличие от всех остальных Олимпиад. И мы проводим два тестирования, это теоретическое и практическое. Команды получают, значит, у нас один призер и один победитель, и они выезжают у нас уже весной на Всероссийскую Олимпиаду. Какой город будет, мы еще на сегодняшний день не знаем, потому что мы привык присылать из московского метода объединения. Мы приглашаем всех к себе, всех к себе, и у нас ребята-победители являются, ну так скажем, тем числом, который приходит к нам, поступает у них к нам без экзаменов. У них вот такие угреготы есть. В какой стране впервые наши спортсмены выступили под российским флагом? Или от чего прежде всего зависит здоровье человека? На подобные тестовые задания отвечали школьники на теоретическом этапе Олимпиады. Возможностей списать или подсмотреть у учеников не было. Портфели в кучу, телефоны на стол преподавателя. А лишняя бумажка на парте или переговоры чреваты дисквалификацией. У кого-то сейчас в кармане есть телефоны, то их нужно положить на первую парту, потому что если это обнаружено в ходе тестирования, то вас тоже сразу же удалят из аудитории, за то, что у вас с собой телефон. Если в других предметных Олимпиадах участники подразделяются по классам, то в данном случае все проще. Есть норматив для парней и норматив для девушек. Лишь 30 секунд дается каждому участнику на разминку перед началом выступления. А ведь за это время нужно успеть размять мышцы и опробовать баскетбольное поле. В данном испытании оценивается время преодоления дистанции и точность броска. Если в Олимпиаде по другим предметам одеты в спортивные шорты, футболку и кроссовки участник был бы резко раскритикован, то на испытаниях по легкой атлетике это обязательный дресс-код. Техника бега здесь не главное. Важно показать хорошее время прохождения дистанции. Этап проходит по программе Олимпиады по физической культуре. И в данном случае дисциплина легкая атлетика. Они соревнуются, девочки, на 500 метров, а юноши на 1000 метров. Результаты еще подсчитываются. Самых быстрых, активных, старательных участников ожидает поездка на заключительный этап Всероссийской Олимпиады по физической культуре. И это не все. Башкирский государственный педагогический университет готов принять призеров на факультет физической культуры, кузницу олимпийских чемпионов и мастеров спорта.